Всем привет! Особенно большой привет ропам, предпринимателям и тем людям, которые занимаются и парятся об увеличении продаж. И в этом видео мы поговорим о насущной теме ошибки при составлении и внедрении скриптов продаж вашей компании. Что такое скрипты продаж? Скрипт это сценарий, это некая такая костыль, протез, хотите так можете называть, который помогает продавцу лучше закрывать сделки. Это может быть какой-то текст, какие-то чек-листы, подсказки, файлики, презентации, используя которые он продает гораздо лучше, чем если он продавал сам типа от души. Я всегда пользуюсь скриптами, когда сам продаю, даже когда я уже знаю, что я очень круто продаю этот продукт, все равно система, система, система побеждает любого человека даже суперталантливо. И в этом видео, если вы посмотрите до конца, вы узнаете, какие самые типовые и самые неочевидные ошибки можно совершить при составлении скриптов. А также, как их устранить, чтобы скрипты у вас работали. Они были просто папочками, документами на полке в компании, которые нафиг никому не нужны. И давайте начинать. Первая, самая большая, самая популярная, самая частая ошибка предпринимателей, которые никогда не пользуются скриптами и ропов в том, что скрипты не работают. Это безумная ошибка, скрипты потрясающим образом работают, как минимум потому, что вы сейчас смотрите этот ролик, досмотрели до этой секунды, а все, это был скрипт. Я не читаю текст, у меня нет за камерой, за видеокамерой какого-то текста, бегущей строки. Я смотрю просто на камеру Canon, говорю с вами в экран, представляю, что вы сейчас меня смотрите. Но у меня есть структура, которая заранее подготовил, по которой я говорю этот видеоролик, и это и есть мой скрипт. Работать или не работать скрипты зависит только от того, какой скрипт, подо что вы использовали, и как вы его составили, и как вы его внедряли. Поэтому давайте сразу проясним, что скрипты бывают трех категорий. Вот прям давайте будем по градиенту подниматься. И первое, такой самый популярный тип скриптов, я называю их жесткие скрипты. Это скрипт, значит, скрипт состоит из трех вещей. Первое, это структура, блоки, если хотите, по которым мы идем. Давайте представим в метафоре здания. Вот здания, какие там есть явные блоки? Есть котлован, есть фундамент, есть стены и есть крыша. Мы описали здание. В скрипте это блок, например, установление контакта, квалификация клиента, выявление потребности, презентация, закрытие, отработка возражений, специальные условия. Это вот скелет, это и есть структура. И если мы меняем блоки местами, то шанс закрытия сделки сильно падает, потому что меняется разумная логика общения с клиентом. На эту структуру можно насадить какие-то опорные тезисы, ключевые вещи, ключевые вопросы, фразы, элементы, идеи, которые в этом блоке обязательно стоило бы сказать. Ну, например, я думаю, что абсолютно в любой компании, где есть входящие заявки, абсолютно уместен в скрипте, в блоке установления контакта с клиентом вопрос. Скажите, пожалуйста, Николай, а вы почему решили заявку на составить? Это вопрос, который позволяет понять, что клиент действительно заинтересован в общении с нами, и у него реально есть какой-то запрос, потребность, мотивация к общению с нашей компанией по нашему продукту. Ну и плюс еще клиент, отвечая на такой вопрос, сам себе продает, что тоже для нас очень круто и важно. Также, например, наверняка у вашего продукта есть какие-то опорные идеи, смыслы, которые вы бы как владелец хотели, чтобы обязательно ваши продавцы говорили каждому клиенту. И, возможно, их даже нет на сайте, но вы их всегда сами говорите, когда сами продаете. Их тоже можно всунуть, как тезисы, в блок скрипта «Презентация». И третья деталь скрипта — это прям совсем жесткие такие уже описанные фразы, интонации, связки, как из каждого блока к другому переходить. И вот, исходя из всего этого, есть первый тип скриптов «Жесткий». Это скрипт, в котором прописана структура, прописаны опорные тезисы, и прописаны жестко все фразы и как, что, зачем говорить. То есть, знаете, как блок-схема. Если так, то так, если так, то так, 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 либо отказ, либо клиент купил. Такие скрипты потрясающе работают на очень коротком диалоге, там, длительностью 3-5 минут, потому что вы вряд ли сможете расписать в гигантскую ветку, там, 30-минутный разговор, у вас просто не хватит пространства, в нем можно запутаться, потеряться, слишком много неопределенных факторов. И когда целью разговора является какой-то простой следующий шаг. Это может быть оформление сделки на минимальном среднем чеке, или, может быть, там, запись на встречу, на экскурсию, на ауди, там, и так далее. И вот тогда для колл-центров такие скрипты суперуместны и классно работают. Второй тип скриптов, мы, как знаете, есть такая игра дженга, когда башеку из деревяшек строят, и там, вот, вынимаем по одной кирпичику, и пока она не рухнет. Давайте попробуем из этого скрипта убрать жесткие связки и конкретные фразы. Если мы оставим просто структуру скрипта и опорные тезисы, у нас получается такой, знаете, я называю скрипт-чеклист. То есть, грубо говоря, все блоки прописаны, опорные вопросы человек задаст, но, например, вопрос, скажите, а почему у нас оставили заявку, он может спросить сразу после вопроса, как у вас дела или как настроение, так и, допустим, через 7 минут разговора, там, поменяв местами с другим вопросом. Но главное, что в этом блоке. И он просто смотрит по состоянию, где это более уместно. Такие скрипты подходят под встречи, которые длятся, там, час, полтора, два, и вот на экране вы тоже можете видеть пример с такого скрипта. И третий скрипт, еще более мягкий, это скрипт для больших презентаций. Например, вы встречаетесь в банке с PowerPoint, защищаете, там, свою презентацию, свое предложение или продукт. Конечно же, вы не имеете перед глазами какого-то скрипта или фраз, но у вас есть презентация или коммерческое предложение, которое вы разбираете. И там есть слайд за слайдом, структура, по которой вы будете идти. Это тоже будет видом скрипта. И возвращаясь к ошибке, что скрипт продаж не работает, возможно, вы совершаете первую ошибку, вы используете неуместный скрипт для той области, где нужно использовать другой вид скрипта. Вторая ошибка скрипта, почему он может не работать или вызывать отторжение продавцов. Дело в том, что наша речь, допустим, русский язык, отличается, когда он письменный и когда он устный. Например, ну вот я, допустим, могу сказать. Ну вот я, допустим, могу сказать. Вряд ли я буду писать в посте в Инстаграме. Ну вот я, допустим, могу подумать или сказать такую мысль вам, друзья. Итак, вот с чего давайте начнем. Если я говорю это в речи, это звучит абсолютно нормально и естественно. Я подвожу вас к мысли. В тексте, если мы так напишем, это будет выглядеть как мусор. Поэтому очень важно, что когда мы прописываем жесткие скрипты, например, или опорные фразы, которые мы хотим, чтобы менеджер озвучили в общении с клиентом, чтобы мы прямо там использовали слова-паразиты, использовали вот эти всякие связки, сленг, слово-фигня, может быть, даже уместным, если это уместно по вашей целевой аудитории. В общем, читая слово-слово-текст с закрытыми глазами, у слушателя должно возникать полное ощущение, что человек не читает, а что он реально так говорит сам по жизни. И, конечно же, еще будет круто, если когда прописан жесткий скрипт, вы еще прямо в нем пропишите подсказками, интонацией, паузой или акцентные слова. И мы, кстати, сняли про это целое отдельное видео на нашем канале. Вы сейчас можете видеть вверху подсказку с рекомендацией. Обязательно его посмотрите после этого ролика, если вы еще не видели. Ошивка номер три – пытаться в скрипте сразу предугадать все возможные исходы и сразу писать идеальный скрипт. Это не очень корректно, не очень правильно, и, скорее всего, у вас получится полная каша в итоге. Итак, давайте попробуем пройти через все этапы создания скрипта. Этап номер один – нужно понять, с чего мы начинаем разговор, то есть что уже о нас знает клиент, и что он до этого делал, с кем общался, что смотрел, читал. Второе – это какая цель скрипта, то есть к чему мы должны прийти, идеальный результат, что он должен сказать – да, я куплю, или да, я согласен на встречу, или да, я приеду. Далее, мы берем и прописываем скрипт все ответы, вопросы, фразы клиента, представляя, как будто перед нами идеальный клиент, который 100% согласится, не будет возражать, ну, то есть он в адеквате, не типа такой «да, да, конечно, мы приедем, да», но типа если будет прям супергорячий клиент, лояльный и довольный по рекомендации, то он пройдет по этому скрипту, логично ответит на все вопросы, согласится с вашими утверждениями, тезисами, и в итоге придет на следующий шаг. И мы прописываем вот эту ветку. А потом финальным шагом мы берем каждый элемент, каждый вопрос, каждый тезис, и задаем себе вопрос, что тут может пойти не так? Выписываем варианты, и на них ветки. А тут что может пойти не так? И ветки. А тут и ветки. И в итоге получается как бы ствол дерева, и у него большая крона из возможных вариантов событий, которые в итоге все равно приходят в одну точку, либо отказ, либо покупка. Ну, какого-то следующего шага. Это жесткие скрипты, так пишутся. На самом деле мягкие. Мягкие скрипты, которые чек-листовые, мы пишем в Excel, просто Google документы. А жесткие скрипты мы используем программу HyperScript. Вот. Кстати, в описании под этим видео я оставляю вам ссылочку на этот сервис. Обязательно им воспользуйтесь, если вы еще его не видели. Попробуйте в конструкторе, очень удобно пособираться в первый скрипт. Четвертая ошибка при создании скриптов – это его оформление. Надо сразу думать, как человек будет в нем работать. И если, допустим, есть какой-то большой блок презентации, где мы рассказываем о продукте, нельзя допускать, чтобы в этом блоке все было едино сплошным текстом. Разделяйте на абзацы, добавляйте подзаголовки, названия. Важные слова выделяйте жирным. Чтобы человек, вот знаете, можно текст читать. Читает текст, прям вот текст. А вот есть такие удобные тексты, которые прям по абзацам все подписано, ссылочки, стрелочки, картиночки, что ты смотришь на текст таким периферийным зрением, и так скопировал его в голову, и сразу все понял. Вот должно быть вот так, чтобы легко глаза по нему скользили, и могли, не запутавшись, менять их местами, ориентироваться и так далее. И сюда же еще одна страшная ошибка, когда люди пытаются все возможные возражения вписать ветками, отдельными блоками в скрипт, это неразумно, потому что возражения у клиента может возникнуть на любом этапе. То есть вам придется одно и то же возражение вписывать отдельной веткой в каждый возможный сценарий. Поэтому если мы говорим про скрипты, то вот мы жесткую блок-схему и отдельно к ней возражения. И клиент, как бы там оп, словил возражения, мы идем, отработали, вернулись обратно в скрипт. Чек-листы. Распечатали перед собой чек-лист опорных фраз, вопросов, тезисов. Рядом отдельно чек-лист возражения, отработка, возражения, отработка, возражения, отработка. И менеджер, как бы, прыгает из скрипта возражения, если это необходимо, возвращается обратно в структуру и по ней идет к финишу. И последнее, о чем я бы хотел поговорить в этом видео, это почему при внедрении скрипта чаще всего продавцы саботируют скрипты. Они в них просто не верят. И чтобы продажники в них поверили, то разработчик скрипта, владелец, директор или руководитель продаж, должен при созданном первой версии скрипта попробовать по этому скрипту сам лично поговорить с продавцом, который будет в роли клиента. И попросить продавца выступить вроде такого, знаете, ну, средненького клиента по сложности. Ну, не супер жесткого на старте, но и не супер мягкого. И вот он должен с ним вот так говорить, не показывая скрипт. Нормально продолжай общаться, смотря в скрипт. И после этого повернуть, сказать, смотри. Видишь, я по скрипту разговаривал. А выглядело естественно. И вот это поднимает веру. Если продажник и владелец не смогли пообщаться, и это было по скрипту, то у продажника возникает желание это попробовать теперь применить с клиентом. А вот если я, например, уникальный продажник, у меня своя система продаж, я вот все знаю, все умею, ну, есть такие люди, я думаю, продавцы, и говорят, ваш скрипт фигня, давайте я сейчас кончу попробую. Да. Как с этим вот? Супер, попробуй, покажи результат. Не показал? Скрипт. Показал. Теперь то, что ты попробовал, будет скриптом. И опытные продажники, более того, я скажу вам, которые говорят, я не буду по скрипту, я сам как чувствую, продаю. На самом деле, если их послушать звонки или встречи, то можно увидеть, что они встречи к встречу повторяют какие-то опорные фразы, тезисы, вопросы, потому что на их подсознании записано, что это успешное действие. И мы берем успешного продажника и описываем его в скрипт. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. В следующем видео мы с вами разберем, как отрабатывать возражения. Популярная такая тема, очень полезная, тоже связанная со скриптами. Поставьте лайк этому видео, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. С вами был Михаил Гребенюк. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok